Накануне ноябрьской революции 2017 года в Российской империи я хочу обратиться персонально к чеченцам. Пожалуйста, я вас очень-очень прошу, не участвуйте в подавлении чужой свободы. Чеченцы всю жизнь сражаются за свободу, и других мы не подавляли никогда. Мы, наоборот, помогали свободе. Великий Солженицын, русский классик, классик русской литературы, в своей знаменитой трилогии «Архипелаг ГУЛАГ» пишет, слушайте внимательно, Норчи, он пишет, «Чеченцев не упрекнешь, чтобы они когда-нибудь служили угнетению». Это такая оценка дорогого стоит. Не позорьте, пожалуйста. Не позорьте ни себя, ни нацию, не покрывайте нашу историю несмываемым позором. Любой случайный выстрел, даже холостой выстрел в сторону восставшего народа, ляжет позором на всю нашу нацию. Пожалуйста, не выполняйте преступных приказов. Если правда, что сотни вооруженных чеченцев командированы, так скажем, в российские мегаполисы, в частности в Москву, Питер, Ростов и в другие города, говорят. Если это правда, то, чеченцы, подумайте своими мозгами, подумайте, что это такое. Этот режим, который развязал две войны, жесточайшие две войны, уничтожил треть нации. Вы, по сути, будете защитниками убийц нашего народа. Это кощунственно просто, это непостижимо. Мой разум этого никак не может воспринять. Чеченец, если он родился чеченцем и воспитывался хоть какое-то время в чеченской среде, мог на такое пойти, защитить своих убийц. Вот им это страшно, это страшный позор. Чеченцы, пожалуйста, не мешайте русским и всем нерусским, всем восставшим перейти из стада баранов в сословие нормальных людей. Народы, благодаря интернету, информационному миру, народы уже прозрели. И революция, которая, несомненно, начнется 5 ноября, она может, конечно, на первых порах схлынуть каким-то образом и так далее, но, конечно, успех ее просто несомненен, иначе быть не может. Этот режим кремлевский, душегубов, настолько противоестественен, что он не может дальше жить. Его надо уничтожить, его надо смести, этот режим. И установить прямое народовласть, о котором говорит Вячеслав Мальцев. Это великая идея, это идея для всех народов мира, для всех народов, которые хотят жить нормально и не отдавать свою судьбу в руки каких-то отдельных банкиров или этих президентов, так называемых, в кавычках. Вот. Такие дела, господа чеченцы. Пожалуйста, я вас еще раз прошу. Все вооруженные чеченцы, вместе со своим оружием возвращайтесь домой и живите там мирно, дружно, пока не грянет наш час. Пожалуйста, не участвуйте в подавлении чужой свободы. Это позор. Трудно нам будет смыть потом. Трудно, очень будет трудно. Наша сегодняшняя слава заработана десятками наших предков. Они целыми поколениями уходили в могилу, сражаясь за свободу. Поэтому не позорьте нас, чеченцев. Помогайте свободе, но не подавляйте ее. Я вас очень прошу. Это правило. Это правило. Несно, что это.